Открываю я глаза и смотрю, у меня гости. Это цикада. Если она сейчас затрещит, можно просто оглохнуть. Как мне теперь отсюда выйти? Я ее боюсь до смерти. Вдруг она на меня свалится сейчас. Мамочки, мне же надо открыть теперь вот это, чтобы выйти. Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и ее семья. И мы опять приглашаем вас в путешествие. Так, друзья, мы отъехали от дома. Мед киронога, чичигам чебеса? Километров 10, короче, отъехали от дома. Ну, мы только отчалили, только отъехали и сразу, конечно же, все захотели пожрать. Так, ну что, чайки полетели? А, маски же надо надеть. Соня оделась в штаны, в кофту. Такая жара на улице. Потому что, говорит, не хотела мазать крем солнцезащитный. А загорать ей нельзя сейчас. Ангелина хочет вот эту штуку. Назвается Соток-Соток. Это сосиска и Ток. Соток-Соток. Поехали, друзья. Мы купили свой любимый папа. Соня купила одеин. выехали друзья называется из туннеля а тут уже дождь очень мне нравятся эти горы заезжаешь в туннель солнце все прекрасно выезжаешь ливень вообще обожаю гелик захотела кукурузку тут вот так друзья так на обочинах в корее продают всякие вот то что здесь выращивают кукурузу перси и виноград тут же выращивают тут же продают в общем здесь же сады здесь же всякие плантации огороды и тут же продают кукуруза просто потрясающе вкусная в корее друзья ни с чем не сравнимо как-то они ее еще так варят интересно что она и не разваривается и в меру такая жесткая меру мягкая очень вкусно но мы да мы сейчас будем палатку ставить нужно ли говорить о том что по прогнозу погоды было ясно могут так прогноз погоды срабатывает всегда 180 градусов противоположно офигеть какой так друзья в общем мы приехали такая здесь красота невероятная правда очень много народу ну блин как всегда как везде ничего страшного мы к этому привыкли в принципе и вы знаете что только мы припарковали машину закончился дождик потому что лов корея приехала блин дождику срочно закончится посмотрите какая здесь красота вот здесь вот мы будем пить кофе вау просто вау а вот здесь мы будем сейчас палатку ставить здесь как этот самый коммунальная квартира ну корейцы любят так отдыхать они любят отдыхать так чтобы народу побольше было в принципе они здесь соблюдают правила никто музыку не включает никто групп громко не говорит все вечером спокойно ложатся спать поэтому ну бывает придурки конечно напьются и бурагой заодно их быстро затыкают что друзья мы уже установили палатку почти у нас почему-то не горят лампочки потому что они от солнечной батареи а солнца еще не было мы вечером приехали сегодня уже себе варит раменчик мы сейчас будем жарить шашлык сегодня у нас шашлык я прям замариновала настоящий русский шашлык шашлык и даже взяла настоящий шампура видите три штуки целых это что? это что? уксус? это, друзья, макколи уксус? господи кукуруза кукурузная макколи вот такая она желтая но у машки поиненде нет 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 у меня свое пошла жара ага зачем еще приезжать в кемпинг, да? кемпинг кукурузная макколи кукурузная макколи невероятно камера надеюсь, ты это передаешь пока я дрон запускала, друзья, пока снимала закат ким сонгэн уже шашлык жарит оу, сам на сисыро вау я еще салатик дома сделала совсем хозяюшка, блин, стала вот такой салат, друзья здесь с моей грядки помидоры, огурцы и укроп только лук корейский корейский лук самый вкусный лук на свете он сладкий и не горький почти Ангелина есть салатик она любит салатик наш русский с укропчиком, да? вкусно? а сейчас? главное, чтобы никакая мошка не пролетела мимо да нет там никого здесь нет ни комаров, ничего тишина никто не включает музыку, друзья никто не орет мы тут самые громкие походы друзья, всем доброе утречко открываю я глаза и смотрю у меня гости это цикада если она сейчас затрещит можно просто оглохнуть когда она вот так рядом находится вопрос как она сюда пролезла здесь видите? ну как бы все закрыто полностью даже дождь никак сюда не пройдет когда я ночью вставала в туалет на секунду открывала она вот залезла и теперь второй вопрос как мне теперь отсюда выйти? я ее боюсь до смерти вдруг она на меня свалится сейчас ой мамочки мне же надо открыть теперь вот это чтобы выйти Падла, постараюсь здесь выйти. Мамочки, палатка маленькая, я все равно с ней рядом прям нахожусь. Прямо она с моим рядом лицом, блядь. Ну-ка, открывайся. Мамочки, а башмаки-то у меня с той стороны. Ой, небушка, небушка. Я почти свободна, друзья. Ой, мамочки. Так, по этим камушкам-то больно ходить. Спят все. Спасатели спят все. Никто спасать меня не будет. Просто поснимаю вам палаточный вайб. Люди просыпаются с утра, начинают что-то собирать. Это очень популярно сейчас в Корее. Мне кажется, все люди имеют палатку, и все когда-нибудь хоть раз, но выезжали с палаткой куда-то. Потому что хочется почувствовать вот эти вот первобытные, так сказать, условия, ощутить на себе. Собирают, видите, как пара по лапочку. Не то, что мы. Мы когда что-нибудь ставим или собираем, у нас такой ор стоит выше горы. Мат на мать. Детей в Корее учат с самого-самого садика, с самого рождения, что ни в коем случае, ни одной минуты нельзя находиться на солнце без солнцезащитного крема, друзья. Поэтому вот у кореянок кожа такая хорошая, поэтому, может быть, они стареют намного позже, чем европейцы, которые загорают под солнышком. Потому что ничто так не старит кожу, как ультрафиолет. Это самое губительное для кожи. А он такой, ну, а пара, ну, а... На твой блинчик знаешь, сколько крема надо? И купальники такие носят. До сих пор спрашивают, друзья. Ну, я понимаю, что новые люди приходят всегда на канал и всегда одни и те же вопросы задают. Купальники носят такие, чтобы не сгореть, не загореть, чтобы солнце не поступало. Что, Катя, у нас? Она переживает, не хочет вот этот спасательный жилет надевать, потому что он с вот этими динозавриками. А в ее возрасте это уже стыдно с такими динозавриками. Это вот для малышей. Она говорит, меня там засмеют на речке. Вау, какая чистая водичка. Там прозрачная, горная. Сороксан – это самая крутая гора в Корее. Ой, Сонечка, шлепочки не взяла. Ой. Что-то здесь красивое. Дурын, 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 на крокодиле. Ой, еще один, господи. Там вон прям водопадики такие. Я помню, в Казахстане мы ездили, купались в таких водопадиках. В Казахстане природа тоже, конечно, шикарная. Тут гора потрясающая. Так, я принесла свои манаточки. Дружок-дрончик. Будем сейчас его запускать здесь. Как камикадзе. Он может упасть в воду, он может разбиться о камне. Но кто не рискует, тот не имеет красивых видов. Правда же? Друзья, в принципе, удалось удачно поднять. Самое главное, удалось удачно посадить дрон там вот на пятачке, на камушке. Но что-то он как-то странно себя вел. Может быть, здесь из-за гор связь, плохая GPS, потому что он дрыгался как-то. По крайней мере, мне так показалось. Ну ладно, потом посмотрим на картинку. В общем, дрон себя ведет зачастую очень непредсказуемо. Вообще, в Корее, друзья, огромное количество, конечно, гор и столько же горных рек. Очень много. И на всех этих горных реках стоят вот такие вот палаточные лагеря небольшие. Такая вот культура отдыха в Корее. Друзья, приехали поесть. Здесь вот в горах, прямо рядом с нашим кемпингом, есть вот такая улочка, где очень-очень много ресторанов. Вообще, здесь родник с вот этой вот водой, как она называется, которая такая-то полезная. Господи. В общем, сейчас будем оздоровляться. Очень полезная еда. Пока ждем основное блюдо. Нам принесли тотаримок. Это желе из жалудей с овощами. По традиции в таких местах всегда приносят картофельный блинчик. Это еще не все. Нам еще рис не принесли. А рис здесь делают на вот этой вот родниковой воде. Не родник, а источник. Минеральный. Минеральная вода, минеральный источник здесь знаменитый. На этой воде варят рис. И он просто безумно потрясающе вкусный. Эти вот черные орешки, каманг-кон называется, они очень полезны для волос. Если их есть постоянно, каждый день или через день, но, в общем, регулярно, если их есть, то волосы не будут сидеть, волосы будут черные и очень здоровые. В общем, и шампуни, и всякие эссенции для волос, все продается вот из этих бобов черных именно. Считается вот именно полезной для волос. Вообще, каждая, конечно, панчан, каждая травка, она для чего-то своего очень полезна. Видите, друзья, вот на этой минеральной воде из источника рис. Он не совсем белый, он немножко такой чуть-чуть с желтоватым оттенком. Пообедали, друзья, приехали, можно сказать, домой. И сейчас будем спать. Обеденный сон. Мы Софье купили очень модные... Ты как бабка. Очень модные сандалики, в которых можно купаться. А то она в кроссовках приехала, не взяла сланцы. Стайлищая. Стайлищая? Имя улясо. Имя улясо? Да, и стайлищая. Она долго не соглашалась, я ее долго уговаривала. Говорю, да ладно, удобно же. И все, она их как обула, так и не снимает теперь. Правда, так вот. Они, знаете, они как гелевые, они не резиновые, ничто. Они очень мягкие-мягкие вообще, как кожа. Друзья, мы немножко отдохнули, поспали. Ну, не знаю, кто-то поспал, кто-то не очень. И едем на морюшко. Здесь рядом совсем море. Соня опять нашла какую-то кафешечку и захотела в какое-то красивое место съесть. Если бы не Соня, друзья, вы бы вообще никакую красоту не увидели. Это она все ищет для вас. Ну, для себя, конечно, но и для вас тоже. Друзья, я сейчас со смеха умру. Соня, приехали мы в кафе. Во-первых, она нарядилась. Платье. О! Побрызгала духами. А я не поняла, что-то ты... Кто тебя здесь нюхать? Антина, чуть-чуть. Кто тебя здесь нюхать будет? Ой, ну красиво, 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 конечно, здесь. Ну, вечером вообще, наверное, красиво будет. В традиционном стиле кафешечка. Вот зачем сюда приходят люди, друзья. Чтобы сделать фоточку для инсты. Вообще сейчас все-все-все кафе, все дела, все рестораны, все заведения, все ориентированы на то, чтобы сделать классные фоточки для инстаграма. Тут везде вот стоят стульчики, везде все оформлено так, чтобы выложить охрененные фоточки. Только посмотрите на это. Все-таки как обычные лампочки могут украсить любое пространство. Удивительно, почему раньше вот так не делали, да, посмотрите. Вообще меняется весь вид и настроение, композиция. Прекрасный день с прекрасной тобой. Как это романтично. Мимими. Где мои 16 лет? Так красиво. Сейчас вот уже как бы, ну, в кафе удивляться не приходится. Одно кафе лучше другого. И везде красиво, блин. Везде хорошо, везде красиво. Но все равно где-то, где-то чуть красивее, чем в других местах. Особенно вот это наш любимый, излюбленный стиль. Ханок. Да, тут несколько зон, несколько залов. Называется Сорак. Это горы. Сорак-сан называется. Это кафе называется Сорак-сан-ро. Я думаю, сейчас в любом городе, в любой стране, в любой деревне есть какие-то вот такие офигенные кафешечки. Культура кафешечек. Она хоть и молодая такая, но вот эти инстаграмные кафешки просто заполонили весь мир. Мне этого не понять, конечно. Друзья, мы приехали на бич. Сорфи-бич называется. В честь Сони. Вот. Видите? Сорфи-бич. И здесь, по-моему, весело. Музычка какая-то играет. Вау. О, вау.